Как бывает в сказке, встретились добро и зло. Просто так открыть дворец было невозможно. Баба-Яга украла ножницы. Чтобы вернуть их обратно и разрезать красную ленту, нужно было пройти испытания. Ребята даже замерзнуть не успели, как ножницы оказались у них в руках. Открыть ледовый городок вместе с заместителем главы города пригласили и 10-летнего Германа. Мальчик от неожиданности даже растерялся. Я даже это передать не могу. Это было очень круто, но дальше я не могу ничего сказать. Это не по-сорому. Ледовый городок уже четвертый год подряд возводила пермская фирма «Ермак». Он выполнен по мотивам сказки Пушкина. И радовать глаз горожан он будет целых три месяца. И все знают, что Новый год обязательно – это подарки. Администрация города тоже вам делает подарок в виде этого чудесного ледяного нашего дворца. Вы заметили, что он выполнен в виде застывших сказок Александра Сергеевича Пушкина, которому в 2019 году исполняется 220 лет. Чтобы впустить в свой рукотворный дворец новых хозяев, строители по традиции вручили детворе массивный ледяной ключ. Горки здесь очень хорошие. Я хочу сказать спасибо тем, кто их построил. И за сам ледовый городок. Он очень хороший и красивый. Уже во дворце гостей праздника ждал еще один сюрприз – Дед Мороз со Снегурочкой. Без промедления они закружили толпу в хороводе. Стоять на месте не давали. Пели, плясали, играли. А когда окончательно согрелись, перешли к самому главному действу. Дед Мороз, гори! Ура, я горелась она! Оценить всю яркость иллюминации можно будет в темное время суток. А пока светло, детвора свое удовольствие тестировала новые горки. В общем, это те чувства, которые не словами написать, не пером не написать. Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск»